Привет всем! Сегодня я вам покажу подборку из пути бесплатных моделей самолетов для симулятора X-Plane 11. Покажу их установку и все ссылки оставлю в описании к этому видео. Скорее всего некоторые из этих моделей вы уже видели, но показать их все равно должен. Но если хотите вторую часть, то вы знаете что делать. Первое на очереди это Ан-24 от Фелис. Это турбовинтовая, садирский самолет для малой и средней протяженности полетов. Самолет выпускался с 1959 по 1979 год, а произведено было 1367 единиц. В симуляторе эта модель выполнена хорошо, продумана и сделана большинство систем. Фоксура высокого качества, физика полета на 5,5. Для установки Ан-24 от Фелиса переходим на X-Plane.org. Здесь мы регистрируемся, логинемся и нажимаем Download this file. Сюда нажимаем Download, нас перекинет на облако Mail.ru, здесь мы нажимаем Скачать. Что ж, после загрузки мы получаем архив X-Plane 11, мы его также разархивируем. Открываем его и у нас будут здесь 4 файла, readme, мы можем прочитать как его правильно устанавливать. На самом деле здесь все очень просто. Вот эти все 3 папки мы должны перекинуть в корневую папку X-Plane 11, просто так берем, перемещаем. И все, установлено установлено. Второй у нас Jumbo Jet, или же просто Boeing 747-400, от разработчика Sparky. Boeing 747-4 двигательный и первый передали маэстральный, двухпалубный, широковсилляжный пассажирский самолет. Первый полет был 9 февраля 1949 года. В зависимости от модификации, самолет может перевозить до 623 пассажиров и иметь дальность до 14200 км. Сама модель в X-Plane сделана хорошо. Текстура не прямо ультракачества, но для бесплатной модели пойдет. Физика полета также присутствует и чувствуется насколько это тяжелый и огромный самолет. Я выполнял на нем много перелетов и могу сказать, что этот самолет достоин занятий капитанского кресла именно вами. Теперь перейдем к установке 747-400 Sparky. Переходим на этот сайт, здесь нажимаем Code, здесь нажимаем Download Zip. Все, у нас начинает загрузка. После этого мы переходим к загрузке. И вот здесь у нас будет 737-400 Master. Распаковываем этот архив. После чего, в эту папку, где у нас лежат файлы самолета, мы должны просто перекинуть в папку Aircraft. И все, так у нас будет установлен самолет. Лучшая бесплатная модель, по моему мнению, это Boeing 737-800 от Ziba. Он является самым массовым пассажирским самолетом за всю историю в строении. Второй неразработчик Ziba на протяжении многих лет, когда обновляется и дополняется в Boeing 737-800 для X-Plane 11. Текстура у вас, факовое качество, физика полета, проработка систем самолета на высшем уровне. Отличный подход для новичков. Про установку этого самолета у меня есть отдельное видео. Там прочтите, закреплю на комментарии. Четвертый самолет у нас для любителей старой авиации. Это Douglas C-47 или же DC-3 от Airworks. Американский ближнемагистральный транспортный самолет с двумя пышневыми двигателями. Первый полет 17 декабря 1935 года. Выпускался множество пассажирских и транспортных вариантов. Посмотрев, попробовав полетать на него в X-Plane 11, я был удивлен, что эта модель до качества перенесена из препорта 3D и FSX в X-Plane 11. Думаю, что любители таких древних самолетов будут восторг. Что ж, давайте установим Douglas C-47. Переходим на explain.org. Форум. Здесь мы регистрируемся, логинемся. А здесь мы просто нажимаем Download this файл. И у нас начинает загрузка. Далее мы также разархивируем. И вот эту папку AWX-DC3 мы должны просто перекинуть в папку Aircraft. А пятом будет недавно вышедший Boeing 737-800 от LevelUp. Он основан на базе Ziba Mode, но с доработками. В LevelUp сделали серию Boeing 737-NG. И эта серия в себя включает Boeing 737-600, 700, 800, 900 и 900ER. Текстура сделана на высшем уровне. Посмотрите. А звук просто 5 из 5. Так, конечно, так как модель вышла недавно, то она имеет свои некоторые баги. И иногда конфликтует с плагинами. Вот и у меня было такое. Кроме этого бага, меня модель нещемя разочаровала. Так что вам определенно стоит попробовать этот самолет. Что ж, давайте установим этот 737-NG-Series. Итак, переходим на сайт. И здесь мы должны зарегистрироваться, выйти в свой аккаунт, и нажать Download this file. И скачиваем base.zip. Далее переходим в загрузки. Разархивируем этот... Разархивируем этот архив. Далее мы переходим к нему папку Spawn 11. Открываем Aircraft. И сюда мы должны просто перекинуть этот 737-NG-Series. Также, если вы хотите установить ливреи на него, то открывайте. Тут нужно будет создать папку Liveris. И туда уже закинуть ливреи. Всё. И в нём идёт комплект из 737-600, 737-700, 800 и 900. И 900ER. Что ж, на этом видео подходит к концу. Пишите, что нового вы узнали. Какие хорошие модели самолетов ещё знаете. И увидимся совсем скоро. Пока. Субтитры подогнал «Симон»